И пять – это фарш-лаби. Не обязательно одиночные, разные. Двойные, тройные. С разной аппликатурой абсолютно. Потому что в контексте такие аппликатуры не могут встречаться. По строению штаба. Тройные места, когда тройные фарш-лаби руку идут на дробке. Но он должен слушать этот тройный. Там не просто какая-то… Ну вот так вот пять пунктов. А это что? Это наша жизнь. Ну это лично для меня. А тут скажешь, для меня вообще это не важно. Здесь надо фарш-лаби на резинку позаниматься. Здесь будет получаться просто играть по длинной, короткой, в середине. Просто сразу. Чтобы вот это движение. Это основные моменты. Потому что там, в принципе, они тоже такие. Карл, как что-то получается. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дом . Спасибо. 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 Только много еще деталей, да? Смотри. Пиано тренуло, там иногда рука поджимается, да? Скачивается, да? Да, поджимается. Ну, это видно. Знаешь, что по технологии, если больше освободить пальцы, да, а третий пальцик должен быть всегда на контроле. Третий. Да. Сыграй просто. Ну, это не значит, что остальное нужно расставлять. Нет. Вот он смотрит. Воздущий, простой. И тогда просто ты... Да, у тебя получится, что просто смотри. Ты как бы встряхиваешь рука, да? Палки сами. Но это, конечно, не надо. Тяжеловая палка, да? Для игры с военной. Да? Надо что-то привлекать. В принципе, вот. Ну, ты только потрякаешь. Всё. Всё. Быстрее. Просто ищем. Ну, ладно. В целом, знаете, что бросается сразу в глаза. И в уши, понятно. Да, вот это место смотришь. А вы здесь не хотите ли играть? Да. Ну, вообще у нас ребята должно быть. Да. А он играет. Просто я спрашиваю между девчонками. Просто не знаю. Он их раздельный играет? Да. Да. Эти дотки нужно соединить. Ага. Ну, понятно. Значит, смотри. Вот эти ноты нужно соединять. Да? Да. То есть, как… Выпади его. А мы почти не ощущаем. Да? Ты должен сделать. Возьми сюда. В концерт. Да? Здесь возьми просто субитепиано. Да? Так, и дальше, следующая. Ти-о-и-ра. Ти-о-и-ра. Да. То же самое. Не снимай, как вы. Лига. Ну и дальше, к середине. Давай с дуголь штриха прямо начнем. С этого? Да, да, да. И потом, вспомни, да? Чтобы не снимаем тремово, не разъединяемо. А теперь попробуй сделать, чтобы... Не, ну, во-первых, кстати, это низкий инструмент, конечно. Ну, наверное, повыше чуть-чуть. Да. Наша вторая кислота, я думаю, у меня сейчас не низкий. А, сегодня забрали. Да, ну, больше чуть-чуть сейчас. Ну, немного неудобнее, конечно. Ну, тебе, конечно. У тебя вот настолько нужно как минимум поднять. Ну, какие-то делают там колеса, какие-то подставки. Да. И, может быть, поэтому там отчасти вот этот, я думаю, штрих, где начинается, там же тихий нюанс. Да? Суби-то у тебя здесь написано, да? Пиано. Пиано. И он сам штрих не прозвучен получается. Он еще даже... Да? Вот эта цепка пиано должна быть. Слышь так. Угу. Пробуем. Да. А теперь большое сделать крещендо. Ага, вот. Только оставь большую часть крещендо на окончании этого штриха, чтобы эффект был. И последнюю ноту не втыкайте, потому что зажимаешь руку, и она не успевает у тебя расслабиться на темпе, который в пиано потом должна быть. Уже на вторую долю. А темпу спинучка. Типа, значит, может еще живее. Ну, конечно, живее. Ну, понятно. Будет мало времени. Крещендо за счет амплитуды. В данном случае. Увеличиваешь амплитуду, получается крещендо. Она же должна быть. Еще и дизорно должно быть крещендо, да? Именно это, да? Крещендо. То есть, амплитуда должна меняться. А высота замаха. Да. Ты живёшь пиано ну такая раз, мецэ фиано, да? Мецэ пиано. Давай. Давай. Допустим%. Да и только зараженные, да? Д�янки. 1, 2, 3. А еще более слитно. Первая нота играется без трема. Это зажато, конечно. Кто-то трема вообще в пластинку играет, но при этом диапазон динамический сводится совсем к 0. Конечно. Ты какой здесь темп слышишь? Вот здесь. Да? Мы здесь... Тин-тин-ти-та-ти-тин… Ас-ты-ка-да-ада-дам-ты-тин-ты-тин-ты-ти-тин-папаян-ты-ти-ти-тин-папаян. Но это ладно. Давайте сначала начнем. И там, конечно, в середине вот эти тоже. Можем чуть-чуть? Чуть же веселее. Можно попробовать? Да. На младь. Вот так. Вот так. Да, да. Ну, это другой характер. И здесь, смотри, там-ти-да-дам-ти-да-дам-ти-да-дам. Здесь надо отпустить звук, да? Чтобы потом было эффектное крещендо. Смотри. Вот здесь вот. Да? Тень-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Делают вот сюда, пиан. Да? И отсюда уже делают большое крещендо. Причем крещендо, большую часть крещендо остается. Оставляй на хвост. На последние, там, 4-16. Да, да, да. Только, смотри, ты вступаешь в более медленный темп. Вот это было хорошо, да? Отпускать здесь звук Тим-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-и-ти-ем. И опять тема пошла. Посмотри, тент уже другой. Смотри. Надо, может быть, пока первую долю отмечать, Чтобы каждого так попробовать, да? А потом, чуть-чуть, пассажем, что-то, да? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, тебя держит тремоло. В принципе, там ты везде темп поднять можешь, но тремоло, конечно, не надо. Тяжело. Играет музыка. Нужно тремоло позаниматься. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, это место держит, конечно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Не додерживай точку. Четверть с точкой написанная. а он дослушается. Играет четверть, и у тебя на точку будет восьмая пауза. Это будет отделено все самое. И дальше ты играешь интервал, миль, у тебя два такта длится, да? А эта длинная нота просто у тебя звучит. Как она живет? Может быть ее кричин делать, или наоборот убрать звук? Ну давай подумаем. Первый вариант. Ты сейчас делаешь кричин на два такта. Давайте прям с тебя. Давай еще раз попробуем с кричин, а потом попробуем с диминами. Как это будет, да? Смотри, восьмая пауза. Да. И вот здесь раньше снимаю тоже перед второй кратусом. Тихо, да? Пауза. Просто делаем, не дорешиваешь. И вот здесь чуть-чуть не дорешиваешь, чтобы отлить, так что отсюда нога пошла. Да? Тихо, да. Теперь ты один такт делаешь кричин на этом интервале. Да? Ти... В втором такте убираешь, именное нот делать, да? Я предлагаю оставить именно такой вариант, когда во втором такте будешь делать именно А с этим тактем что мы делаем? Посмотрите, что в районе Делай включение И вот здесь тремума тоже раньше снимали А иначе получается, что у тебя восьмушки поздно Из-за того, что ты честно дотягиваешь прямую половинку М восьмушки поздно Вот эта доля поздно наступает Здесь тоже самое, да? Чуть раньше снимали Здесь тоже самое, вот опять Раньше снимали Ну, пожалуй, так и так И... Ну, давай еще раз Сейчас, что-то еще Раз, два и... Поздно Ну, выход из тремума поздно Вторая... Ну, первый интервал вставки, да? Который на вторую восьмушку времени приходилось Это поздно Снимай раньше тремум Просто раньше снимай тремум Поехали еще раз Раз, два и... Раз, два и... Дальше, первая нота тремоло, и потом она сдвигается. Ты ее просто берешь, там же тремоло написано, попробуй эту тремоло. Ну ладно, еще раз. Согласны. Ну да, это просто, если тремоло было более часто, я думаю, вы... Без тремоло. Ну да. Ну просто не успеет скрыть сегодня. Ну вот я и говорю, если вам более часто было у него, да? Ладно, понятно. Комплексная такая работа. Откуда нам удобно? Один так. Можешь сыграть до интервала? До терца? Да? У тебя там что? Соль ми, да? Давай, я теперь играю в движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Тогда первую долю, как вы играли, играй так. Да? Да? Посмотри. Опять вот эти вот текции, они у тебя поздно наступают. Здесь всего лишь, смотри, это всего лишь половина. А темпы? Да? Теряну... Та-та-та-та. Раньше снимаешь. Иначе выход из тремола это поздно. Может я не задерживаю немного тремола, оно же дослушивается. Есть же такие моменты, есть много разных моментов музыки. В данном случае этот будет дослушиваться. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Постойно, нет? Раз, два, три.